Я устроился на работу ночным охранником. Обещают платить очень много, но в целях своей безопасности я должен следовать странным правилам. Я работаю охранником в моей компании более двух лет, но работа, которую выполняет моя организация, не является типичной для вас. Проще говоря, моя компания принимает рабочие места, которые не возьмет ни одна другая охранная фирма. Это включает объекты с высокой степенью риска, которые часто приводят к гибели сотрудников или уходу с их постов. Позвольте мне начать с небольшой предыстории. Когда я начал работать здесь, руководство потратило очень много времени на меня, чтобы объяснить все потенциальные опасности, с которыми я столкнусь в будущем. Они также заставили меня подписать NDA, или, проще говоря, устав, и некоторые другие документы, в которых говорилось, что если со мной что-то случится, компания не будет нести ответственность. Они объяснили, что работа очень рискованная, но хорошо оплачиваемая. Я был безработным какое-то время и согласился, особо не раздумывая, независимо от серьезного риска. В отличие от большинства других компаний, они заставили меня прочитать вслух весь NDA и удостоверились, что я теперь в курсе всех правил. Некоторые вещи, которые я читал там, заставили меня сначала думать, что это была шутка, но потом я увидел, что мой начальник был очень серьезен. Моя работа в основном состояла в том, чтобы оказывать поддержку охранникам на других постах через связь и патрулировать периметр территории, а также совершать обход зданий и иногда стоять на главных воротах. Наш главный офис находился в комплексе зданий, в котором есть несколько компаний, арендующих помещения. Я в основном работал по ночам, но иногда приходилось работать и днем. Правила были следующими. Я должен был провести полную проверку комплекса и всех офисов, за исключением здания номер 4, центра телефонного обслуживания. Я не должен был приближаться к нему ни при каких обстоятельствах, независимо от того, что я мог слышать снаружи. Даже если я видел кого-то внутри через окна, я не должен был туда входить. Когда я попросил дать мне более подробную информацию об этом, они отказались отвечать, заявив, что я должен просто подчиняться их приказам, если я ценю свою жизнь. В здании, где расположен офис нашей компании, люди работают в обычном режиме с 9 утра до 5 вечера, и в течение дня, кажется, там ничего плохого не происходит. По крайней мере, я часто спрашиваю сотрудников об этом, когда заступаю вечером на свою смену. Они все либо делают вид, что не понимают, о чем я, либо внезапно меняют тему разговора, чтобы уйти от вопросов. Для здания номер 6, в котором располагается дизайнерская компания, правила еще более странные. Вот что сказал мне шеф. В шестом корпусе ты можешь столкнуться с кем-то. Это женщина, если быть точным. Она попытается начать с тобой разговор. Крайне важно, чтобы ты игнорировал ее присутствие любой ценой. Она будет пытаться поговорить с тобой, и, возможно, будет даже дразнить тебя. Чрезвычайно важное правило, которое нужно запомнить, и я могу это подчеркнуть, состоит в том, что если ты видишь ее внутри, не беги и не выходи из здания, пока не закончишь обход. Поверь мне, она сразу узнает об этом, если ты выйдешь, не закончив работу. Выполняй свои обязанности, как обычно. Проверь каждый кабинет, и затем тихо выйди, игнорируя ее полностью. Она будет становиться все более взволнованной и жестокой. Может даже попытаться напугать тебя, или скажет, что ей нужна помощь, причем звучать это будет очень убедительно. Просто игнорируй ее. Если ты не сделаешь так, как я тебе говорю, хотя, думаю, тебе лучше не нужно знать, что случилось с последним охранником. Однажды я столкнулся с той странной женщиной, поверьте, это был изнурительный и мучительный для меня опыт, о котором я предпочел бы не говорить. Кстати, еще одно правило, которое я должен был запомнить и соблюдать, не открывать ворота в промежутке с 10 вечера до 7 утра. Шеф сказал, что ни при каких обстоятельствах я не должен их открывать. Даже если охранник, который меня меняет, придет на 5 минут раньше, чтобы освободить меня от обязанностей, ворота должны были оставаться закрытыми ровно до 7 часов. Однажды я уже пользовался этим правилом, и опыт у меня есть. Прошло на тот момент около 6 месяцев, как я начал там работать. Моя смена подходила к концу, и солнце уже почти взошло. Я услышал стук в ворота, и когда я вышел из сторожевого вагончика, я увидел за воротами силуэт человека. Я был уверен, что это мой коллега. «Эй, доброе утро! Откроешь ворота?» – спросил он. Когда я подошел и вставил ключи в замочную скважину, мой телефон зазвонил. Я ответил даже не глядя на экран, но когда я услышал голос, моя кровь застыла. Это был мой коллега. «Алло, привет! Я сегодня опоздаю, где-то на час. Извини, конечно, но мне нужно сделать кое-какие дела. С меня причитается». Я бросил трубку и тут же увидел, что на часах 6.50. Я уставился на силуэт с другой стороны ворот, который внезапно начал опять стучать, требуя впустить его, заявляя, что он потерял свой мобильный телефон и не смог позвонить мне заранее, чтобы предупредить о том, что придет пораньше. Его голос был очень похож на голос моего подменного, что казалось еще более странным. Но я не стал рисковать. Я зашел в вагончик и ждал там, пока стук не прекратится. В итоге мой коллега пришел вовремя и сказал, что он не звонил мне и тем более не приходил. Одним словом, происходило там что-то очень странное. И то, что объяснению не поддается. В принципе, я озвучил вам все правила, которым я должен был следовать на своем посту. И большую часть времени мои смены проходили без происшествий. Однако я часто слышал жуткие и страшные истории от других коллег. Наша компания обеспечивает безопасность на разных объектах по всему городу. И поскольку я часто общаюсь с охранниками на других постах, один из них рассказал мне эту историю. Он работал охранником в одном жилом здании. И однажды ночью пожилой человек позвал его, чтобы он пришел в его квартиру. Он не объяснил, что случилось, просто сказал ему прийти к нему. И тот сделал это. Когда он добрался до квартиры, чтобы узнать, что случилось, жена старика стояла и плакала в коридоре, заявляя, что ее муж умер. Охранник пытался убедить ее, что ее муж жив и только что звонил и просил подняться. Затем он вошел и увидел в комнате мертвое тело старика, сидящего в кресле. Старушка закатила истерику, крича о том, что ее муж скончался уже два часа назад. Он ушел в ту же ночь с работы и на следующий день просил перевести его на другой объект. Еще одна жуткая вещь, которая произошла, случилась на большой ферме за городом, на которой наша компания разместила охранников. Парень по имени Джефф, который работал там, рассказывал мне о случае, который заставил его сбежать с поста посреди ночи. Очевидно, в то время ферма была пуста. Там не было ни работников, ни животных, и его обязанностью было в основном патрулировать вокруг фермы и следить за тем, чтобы на территорию не пробрались скваттеры и вандалы. И вот однажды ночью, когда он ходил, он услышал, как кто-то называет его имя с жутким тоном. Сначала он отверг это, приняв за галлюцинации и за недосыпа. Но когда это повторилось, он крикнул. Кто здесь? Выйди сюда немедленно и покажись, или проваливай! Это охраняемая территория! Я сам не видел ничего подобного, поэтому не могу гарантировать правдивость, но Джефф клянется, что это произошло на самом деле. Он сказал, что в кустах за ограждением появлялся человек. Сначала показалась его голова из-за кустов. Затем он кричал его имя, после пропадало из виду. Появляясь через некоторое время совсем в другой стороне, причем перемещался он очень быстро. Такая скорость была технически невозможной для обычного человека. Но тот незнакомец усмехался и продолжал называть его имя, периодически прячась от него. Само собой, что Джефф не полез в эти кусты с фонариком посреди ночи и не попытался поймать того, кто там был. Он сообщил об этом утром шефу, и тот ответил, что в прошлом охранники не раз уже сталкивались с этим человеком. Если его можно так назвать. Он всегда выкрикивал имена охранников, а потом прятался от них. Но он никогда не делал ничего вредного. Как бы то ни было, мне платят большие деньги не за то, чтобы я расследовал все эти странные явления, а чтобы соблюдал правила и выполнял свои обязанности. Деньги – одна из причин, по которой я до сих пор не ушел. И опасность не так уж и плоха, когда ты привыкаешь к ней и знаешь, что делать в той или иной ситуации. Кроме того, тот факт, что я не сижу на одном месте и часто бываю на разных объектах и на разных должностях, все это делает мою работу авантюрной и динамичной. Если кому-то из вас не хватает особых талантов или квалификации, как у меня, эта работа идеально подходит для вас. Многие из вас попросили рассказать все поподробнее и то, что все хотят узнать больше о моей работе и обязанностях, которые сопутствуют ей. Я поделюсь всеми историями, которые у меня есть, и тем, что я слышал за все это время от других охранников. Я знаю, что вы особенно хотели узнать о женщине в здании номер 6, поэтому сначала я поделюсь этим опытом. Это случилось около года назад, но я все еще боюсь возвращаться в здание каждый раз во время моего патрулирования. Я осматривал здание, используя мой фонарик, чтобы осветить мой путь. Когда я закончил проверять один из офисов, я обернулся, и мое сердце чуть не выскочило из груди, увидев, на ком остановился луч моего фонарика. Это была женщина, лет 20, с распущенными волосами и рваной одеждой. Она просто стояла там, глядя на меня, даже не вздрогнув, когда я посветил ей в лицо. Я собирался поговорить с ней, думая, что она сквотер, кстати, они тут часто появляются, полностью забыв о правиле, поскольку к тому времени я никогда не встречал ее. А потом, когда я вспомнил правило, в котором говорилось, что я должен был игнорировать ее, мое сердце начало биться еще быстрее. Я отвел фонарик немного в сторону, делая вид, что разглядываю что-то на стене, чтобы она не увидела, как луч фонарика трясется от моих дрожащих рук. Я вспомнил, что мне нужно было сделать полный обход перед тем, как покинуть здание, если вдруг встречу ее. На тот момент я прошел только один этаж, поэтому у меня началась паника. «Извините, мне стало плохо, я приняла таблетку и уснула в офисе. Все ушли в конце рабочего дня, а я осталась», — сказала она, но я ее проигнорировал. Я осмотрелся немного и затем просто пошел к двери. Как только я приблизился к ней, она отошла в сторону и позволила мне двигаться дальше. Я подошел к следующему офису, но услышал, как она последовала за мной. «Эй, не могли бы вы выпустить меня? Мои дети ждут меня дома», — сказала она. Черт, я промолчал, и следующие 15 минут или около того, она дышала мне в спину, двигаясь позади и постоянно пытаясь привлечь мое внимание. Когда я вошел в один из офисов, она указала на угол, напротив луча от фонарика и сказала, «Эй, кто это там, смотри?» Я боролся с желанием посмотреть туда, зная, что она лжет, но боялся, что кто-то может выйти или прыгнуть оттуда. По мере того, как я продвигался по зданию, она становилась все более раздраженной, бросала какие-то вещи в мою сторону, пытаясь напугать меня. Внезапно прыгала на моем пути с громким криком, прежде чем снова отойти в сторону. Я игнорировал все ее провокации, насколько мог, и к тому времени, когда я вернулся на первый этаж, она сказала что-то вроде, «Ты уверен, что проверил все комнаты?» При этом она хихикала. Я просунул ключ в замочную скважину, повернул замок и просто вышел как можно спокойнее и запер за собой дверь. Я был очень напуган тогда и не мог спать в течение нескольких недель после этого. Несколько месяцев назад я работал в одном офисном здании. Сначала это казалось обычной работой, но я предчувствовал подвох еще до того, как согласился на нее. Конечно, я оказался прав. Мы с напарником обслуживали 43-й этаж, где шел ремонт. Наша работа заключалась в том, чтобы просто стоять у двери. Дверь была со сканером пропусков и нам давали доступ на случай непредвиденной ситуации, однако строго запретили входить без всякой веской для этого причины. Нас проинформировали, что люди в защитных костюмах будут приходить и уходить весь день с 8 утра до 4 вечера. Мы должны были впускать и выпускать их, отслеживая количество приходящих и уходящих людей. Загвоздка в том, что после 16.00 нам было приказано никого не впускать и не выпускать. Это означало, что даже если кто-то постучит в дверь в 16.01, мы должны его проигнорировать. Всегда найдется как минимум 3 человека, которые попытаются выйти из комнаты после 16.00. Они вежливо просили, а затем впадали в отчаяние, говоря, что просто потеряли счет времени. После этого буквально умоляли нас, говоря, что дома их ждет семья и им нужно срочно выйти. Так вот, мы всегда игнорировали их крики и мольбу, как бы отчаянно все это не звучало. Я видел комнату только из дверного проема и, насколько могу судить, она была обычной. В ней просто шел ремонт, как и в остальной части этажа. Что касается цифр, которые мы отслеживали, то количество людей, которые выходили в конце дня, всегда было меньше, чем количество людей, которые входили. Чем там занимались эти люди и куда девались остальные в конце рабочего дня до сих пор остается загадкой для нас. Но если я узнаю какие-либо подробности, обязательно поделюсь с вами. А сейчас мне нужно рассказать вам еще кое-что. Охранник по имени Крис поведал мне историю о том, как он охранял большое зеркало в старом особняке на окраине города. Он и его коллега выходили в патруль каждый час, следя за тем, чтобы зеркало было закрыто простыней. Они не должны были смотреть в зеркало. Однажды ночью коллега Крис отправился на патрулирование, а когда зашел в комнату с зеркалом, простыня внезапно соскользнула. Крис отметил то, что технически простыню снять невозможно, потому что она была плотно прикреплена, но это каким-то образом произошло, и его партнер просто уставился в зеркало. Крис запер комнату охраны в соответствии с инструкциями из штаба и вызвал оперативную группу. Тем временем он посмотрел на монитор и увидел, что его коллега все еще тупо смотрит в зеркало. Он думал, что эта камера заглючила, но таймер шел, так что его напарник просто стоял неподвижно. Он попытался связаться с ним по рации, но ответа не последовало. Примерно через минуту или около того его напарник внезапно вытащил пистолет, вложил его в рот и вышиб себе мозги. Криса перевели на следующий день, так как для охраны зеркала была прислана специальная команда, и в его услугах больше не нуждались. В штабе недавно я узнал, что в городе неподалеку от моего есть одна вакансия, на которую все желают попасть. Но я не сразу понял, почему такой ажиотаж. Оказалось, что в обязанности входило следить за камерами, установленными во многих частных домах. Говорят, что в одном из особняков время от времени появляется мужчина в костюме. Как правило, охранникам нужно выйти по указанному адресу и убедиться, что все в порядке, или задержать нарушителя, но для этого конкретного случая составлена очень уникальная инструкция. Если сотрудник службы безопасности замечает мужчину в деловой одежде на камере 12 во время своей смены, то при встрече с этим человеком необходимо выполнить следующие действия. Первое. Подойдите к мужчине и подождите, когда он обернется. Он будет продолжать улыбаться на протяжении всего разговора, но если выражение его лица изменится, нужно как можно быстрее уйти в безопасное место. Имейте в виду, что хотя огнестрельное оружие не запрещено, оно крайне неэффективно против этого мужчины. Не отворачивайтесь и не отводите взгляды от него, как только он повернется, только если нужно эвакуироваться. Второе. Мужчина, обернувшись, спросит «Прекрасная ночь, не правда ли?» Если он не задал этот вопрос, выполните предыдущий шаг и эвакуируйтесь. Третье. Если мужчина задал вышеупомянутый вопрос, ответьте «Да, это так. Что я могу для вас сделать?» Это должно вам помочь. Если мужчина перестает улыбаться во время этого разговора, немедленно приступайте к эвакуации. Четвертое. Если все сделано правильно, мужчина теперь спросит «Можете ли вы спеть мне песню?» Если он скажет что-нибудь еще, эвакуируйтесь. Пятое. Далее вы должны спеть ему заранее выученную песню, игнорируя его насмешки и отвлечения. Если вы пропустили хотя бы одно слово, паузу, тон или ударение, эвакуируйтесь. Если мужчина перестанет улыбаться во время песни, эвакуируйтесь. Шестое. Если все сделано правильно, он скажет «Великолепно!» «Спасибо вам за прекрасную песню!» Если он скажет что-нибудь еще, эвакуируйтесь. Седьмое. Если пункт 6 был выполнен правильно, закройте глаза как минимум на 10 секунд, а затем откройте их. На ступеньках крыльца, где стоял мужчина, будет лежать портфель с крупной суммой денег, а сам мужчина исчезнет. Соответственно, дом с этого момента будет в безопасности. Восьмое. На обратном пути сотрудник службы безопасности может столкнуться с людьми разного возраста, которым нужна помощь. Наиболее распространенные случаи это голодающие женщины с новорожденными детьми, потерянные дети, привлекательная молодая женщина, путешествующая автостопом и так далее. Их следует игнорировать и ни при каких обстоятельствах не предлагать им помощь. Девятое. Вернитесь на пост и выключите камеру. Примечание. Компания не претендует на вознаграждение от мужчины, поэтому сотрудник службы безопасности может целиком оставить его себе. Вакансия привлекательна для многих из-за сочетания высокий риск и высокое вознаграждение. Но большинство кандидатов не доживает до того, чтобы рассказать об этом. Мне сказали, что претенденты проходят строгую подготовку, уделяя особое внимание бегу. Еще кандидаты должны пройти тест, который имитирует встречу с бизнесменом не менее пяти раз с 95% проходимости или более высоким баллом. Они вынуждены без запинки исполнить песню, а компьютеризированный сканер обнаруживает любые пропущенные ноты. Я не знаю, что это за песня, но мне сказали, что это простая мелодия, наподобие тех, что учат в детском саду. Вот что я, возможно, буду делать на этой должности, если мне выпадет шанс попасть туда. Но пока у меня еще есть несколько историй, которыми я могу поделиться. Некоторые истории и случаи, о которых мне рассказывали другие охранники, до сих пор приводят меня в ужас. И это в том числе из-за того, что многие из этих охранников, однажды рассказавшие мне об этих случаях, сейчас мертвы. Я думаю, со мной это тоже может случиться в любой момент, так что, если новости будут долго отсутствовать, скорее всего, со мной что-то случилось. Расскажу об одном незабываемом опыте, когда я работал в местном парке с другим охранником. Парк был не слишком большим, с детской площадкой, дорожкой для бега, которая обвивала сам парк и теннисным кортом. Повсюду росли густые деревья, поэтому бегая по дорожке, тебе могло казаться, будто ты находишься в лесу, вдали от цивилизации. Наша с коллегой смена в парке должна была начаться в семь вечера и закончиться в семь утра. У входа стояло маленькое караульное помещение, в котором мы проводили большую часть нашей смены, а каждые два часа мы ходили патрулировать вокруг парка, строго по дорожке, где она была освещена. Нам дали два фонарика, основной и запасной. Мы ни при каких обстоятельствах не должны были переходить на темный участок дороги. Как-то вечером я совершал обход парка и вдруг услышал голос своего напарника. Он просто крикнул издалека. «Эй, помоги!» Я не мог сказать, откуда доносился крик, поэтому окликнул его, направив луч на деревья за тропой. Но когда я осветил область, откуда доносился голос моего партнера, там ничего не оказалось. Более того, голос как будто сменял местоположение. Он снова закричал. «Эй, помоги мне!» Я крикнул его еще раз, попросил сказать, где он, но ответа не последовало. Я не осмеливался бродить в темноте, тем более так нигде его и не увидел, даже при таком освещении. Затем мой напарник снова позвал на помощь, и я понял, то, от чего волосы у меня на затылке встали дыбом. Его крики о помощи повторялись по кругу. Он всегда говорил одно и то же, с одной и той же интонацией, с одной и той же длительностью пауз. Я даже посмотрел на часы и оказался прав. Призыв о помощи, 8 секунд паузы, призыв о помощи, 8 секунд паузы. И тут я понял, что внезапно все стихло. Я очень медленно повернулся и ушел оттуда, изо всех сил стараясь не бежать. Когда я, наконец, вернулся в караульное помещение, мои подозрения подтвердились. Напарник находился там. Его явно смутило, то, что я ему рассказал. Мы позвонили в штаб и сообщили о подозрительной активности. Через 5 минут появилась группа реагирования, которая, по сути, представляла собой хорошо вооруженную команду, отправленную на случай чрезвычайных ситуаций. В течение следующего часа меня допрашивал руководитель группы, в то время как остальные отправились на место происшествия, где я услышал голос своего напарника. Меня и моего коллегу вывели из этого места и на следующее утро нам сказали, что контракт с парком был аннулирован компанией и нам больше не нужно туда заступать. Я хочу сказать вам, берегите себя и держитесь подальше от подобных вещей. Они кажутся привлекательными из-за вознаграждения или кайфа, которые испытывают некоторые, но крошечная ошибка может стоить вам жизни. В любом случае, пока со мной все в порядке, я буду держать вас в курсе дела. Здесь происходят такие жуткие вещи, что порой волосы встают дыбом, и новые охранники бегут отсюда прочь в свой первый рабочий день. У меня есть для вас множество интересных историй. Некоторые случаи произошли со мной лично, а некоторыми историями со мной поделились коллеги, и я готов вам их рассказать. Я разговаривал с бывшим сотрудником группы реагирования, который работал в компании более пяти лет. Он сказал, что многое из того, что видел, даже представить немыслимо, и он был готов поделиться со мной этим. Например, однажды им позвонил охранник из жилого дома и сообщил, что из комнаты доносятся странные звуки. Прибывшая на место группа опросила охранника, который сообщил о случившемся. Видимо, в его обязанности входило следить, чтобы никто не зашел в комнату 416. Он объяснил, что в самой комнате никого нет, но между двумя и тремя часами ночи постоянно слышны какие-то звуки. Обычно это детское хихиканье, громкие шаги, что-то отскакивает от пола и так далее. Жильцы уже привыкли и стараются не обращать внимания на шум, но одна пожилая дама, миссис Роджерс, сумела проникнуть внутрь, что он и увидел на экране камеры. Группе реагирования было поручено не входить туда, если прошло больше 20 минут, но у них еще осталось время, поэтому они бросились в комнату. Рассказавший это парень сообщил, что подойдя к комнате, они услышали голоса, как будто люди в ней пытались говорить приглушенным тоном. Он сказал, что ему это напомнило детей в школе, когда они пытаются шептать, но делают это непреднамеренно громко, чтобы другие услышали. Как только они коснулись дверной ручки, голоса умолкли. Не так, будто разговор был окончен, а как будто вдруг кто-то нажал кнопку отключения звука в середине предложения. Они ворвались в пустую комнату, в которую словно никто не входил в течение многих лет. Там никого не было, и стоя в комнате в полной тишине, они услышали едва слышимый хрипящий звук, доносящийся сверху. Все посмотрели наверх и замерли. Парень, который рассказал мне об этом, добавил, что увиденное иногда не дает ему спать по ночам. Миссис Роджерс находилась на потолке, как паук на четвереньках, вытянув шею настолько сильно, что казалось, будто она ее сломала и смотрела на группу широко раскрытыми глазами. Время от времени она хрипела и слюна падала из ее рта на пол. Ее пальцы каким-то образом превратились в длинные когти. Затем, без всякого предупреждения, миссис Роджерс в мгновение ока сумела прыгнуть на одного из членов группы и раздались выстрелы. К тому времени, когда они закончили стрелять, двое членов группы были убиты, а миссис Роджерс заполучила десятки пулевых отверстий в тело и больше не двигалась. Он сталкивался с похожими сценариями после этого, но никогда больше не был так близок к смерти. На следующий день жильцы здания были эвакуированы на неопределенный срок, и официальная версия эвакуации заключалась в том, что внутри здания обнаружили токсичный грибок, который, попадая в дыхательные пути человека, вызывает серьезные проблемы с легкими. Следующую историю, которой я поделюсь с вами, рассказал мне пропавший вскоре после этого охранник. Он работал в частной школе с очень строгими правилами, которым они должны были следовать. Во-первых, в каждой смене было по 10 охранников, и каждый из них был прикреплен к классу. Их работа заключалась в том, чтобы пересчитывать всех учеников после окончания занятий. Если кто-то из учеников пропадает, они должны были немедленно позвонить в штаб. А теперь самое странное. Однажды охранник, рассказавший мне эту историю, пересчитал всех детей в классе, и их количество не совпало. Вместо 32 учеников у него оказалось 33. Он посчитал несколько раз, чтобы убедиться, и когда удостоверился, что не ошибся, то попросил учителя вызвать их по имени, чтобы отделять по одному. Учитель так и сделал. Вызвал учеников по очереди, но когда все закончилось, лишнего не осталось. В списке было 32 ученика, 32 вызволей, и все же в классе находилось 33 ученика. Они не могли сказать, кто был лишним, даже когда охранник наблюдал за ними. Сбитый с толку парень сказал учителю, чтобы тот присматривал за детьми, а сам тем временем решил связаться со штабом. Он чувствовал себя глупо, поскольку тревожит руководство из-за такой мелочи. Но когда он сообщил о лишнем ученике, посмеиваясь над абсурдностью ситуации, человек на другом конце линии внезапно замолк, а затем приказал вывести учителя из кабинета и немедленно запереть класс. Охранник сделал все, как и было сказано, а после передал объект группе реагирования. Он сказал, что понятия не имеет, что было дальше, но когда вернулся в школу на свою смену, все оказалось нормально. Здесь никто толком не знает, с чем компания имеет дело. Но одно можно сказать наверняка, когда я слышу такие истории, то понимаю, как мне повезло, что я столкнулся с некоторыми из этих существ и остался жив. Я хотел бы кое-что прояснить. Компания, в которой я работаю, не является секретной. Мы простая охранная фирма, предоставляющая клиентам услуги технической безопасности, наблюдения и физической защиты. Еще одна история, от которой у меня до сих пор мурашки бегут по спине. На своей работе в офисном комплексе я столкнулся с рядом странных событий. Наша работа состояла в основном в том, чтобы оставаться в караульном помещении и проводить обязательное патрулирование комплекса снаружи в начале и в конце смены. Напарник шел в одну сторону, а я в другую. Несколько месяцев назад я пришел на свою смену как обычно. В тот день мы закончили наше первое патрулирование и вернулись в караульное помещение. Обычно мы разговариваем, чтобы скоротать время, но в этот раз напарник казался неприступным и тихим. Поэтому я решил оставить его в покое и продолжил читать свою книгу. Наша смена почти закончилась, и мы решили сделать последний рывок. Я закончил обход раньше и вернулся, но моего партнера на месте не оказалось. Я решил, что он еще не закончил проверку, поэтому пожал плечами и продолжил заниматься своими делами. Прошло больше тридцати минут, а он так и не пришел. Я связался с ним по рации. Ответа не последовало. Его нигде не было видно даже на камерах. Решив, что у него могут быть неприятности, я отправился на его поиски. Я обошел здание и увидел своего коллегу на другой стороне парковки. Он стоял ко мне спиной и смотрел на что-то. Я позвал его по имени, и охранник обернулся. Я помахал ему, чтобы он возвращался, а тот помахал мне в ответ. Я подумал, что он понял меня и вернется позже. Через некоторое время пришла новая смена. Я пошел домой, сообщив парням, что отчитается мой напарник. Примерно через час мне позвонили из конторы и сказали, что мой коллега найден мертвым. Я был шокирован, если не сказать больше. Когда я спросил, как он умер, координатор фирмы сообщил пугающие факты. Судмедэксперты установили, что смерть наступила около 10 часов назад, но причину мне так и не назвали. Так что напрашивается два вопроса. Кто был со мной на дежурстве и что я видел на той парковке. В дополнение к патрулированию вокруг комплекса мы также должны были проверять здание внутри и следить, чтобы все было в порядке. Итак, однажды во время смены я находился в одном из офисных зданий, проверил второй этаж и шел к лестнице, чтобы попасть на следующий. Поднялся и увидел, что на стене висит табличка «Второй этаж». Я проигнорировал ее, думая, что должно быть, до этого был на первом этаже и просто запутался. Поднялся еще на один этаж и снова второй этаж. Я задаченно посмотрел на вывеску и решил попробовать открыть дверь. Заперто. Я поднялся еще на один этаж и снова оказался на втором. К тому моменту я уже понял, что-то не так. Я имею в виду, что само здание имеет только три этажа, а я уже поднялся как минимум на четвертый. Я решил спуститься по лестнице как можно быстрее, но каждый раз видел надпись «Второй этаж». Я бежал вниз до изнеможения, пытаясь открыть двери, но все они были заперты. Я перегнулся через перила, чтобы посмотреть вниз и увидел лестницу, бесконечно уходящую в черную бездну, такую же, как и наверху. Я связался по рации со своим напарником, но ответа не последовало. Телефон не ловил. Я решил сесть и подумать обо всем, уже наполовину смирившись со своей неминуемой кончиной. Должно быть, я просидел там несколько часов, то и дело, сбегая вниз по лестнице, как вдруг услышал внизу звук открывающейся двери. Я так обрадовался, услышав что-то помимо собственных шагов, что даже не подумал о возможных опасностях, которые могли меня подстерегать. Я бросился вниз и к своему облегчению увидел табличку «Первый этаж». Дверь была открыта так же, как я ее оставил. Я выскочил с лестничной клетки и направился прямо к караульному помещению. Мой напарник читал газету и только бросил на меня быстрый взгляд. Когда я обвинил его в том, что он не отвечает по рации, он смутился и заявил, что я не выходил на связь. Тогда я спросил его, почему тот не искал меня, ведь я не возвращался уже несколько часов, а он снова задумался и сообщил, что меня не было пять минут. После этого штаб установил правило закрывать офисное здание после восьми часов вечера и совершать обход только снаружи вокруг здания. Однажды, во время смены, заканчивая патрулирование, я услышал вдалеке голос моего напарника. Судя по голосу, он был в беде, поэтому я пошел на звук, выкрикивая его имя. Когда я приблизился к источнику голоса, стало очевидно, что мой коллега находился в здании и умолял меня помочь ему. Я достал пистолет и приказал ему держаться. Я готов был рискнуть своей жизнью ради напарника и только я собирался войти, как услышал его голос за своей спиной. Я обернулся и действительно увидел его. Оглянулся на здание и крики полностью прекратились. Напарник подтвердил, что его в здании не было, а я, повернувшись к источнику голоса спиной, пробормотал себя под нос. Ты подлый сукин сын. Один из охранников рассказал мне, что работал в одном жилом доме. Само здание было вполне нормальным, но в его подвале была большая дыра. Никто не знал, откуда она там взялась, и жильцы говорили, что однажды они случайно обнаружили ее там. Наткнувшаяся на нее женщина едва не упала внутрь, когда пошла за своим велосипедом. На исследование этой дыры были направлены различные исследовательские группы и ученые, но, как ни странно, ни одно оборудование не смогло определить, где находится дно. Электроника переставала работать на определенной глубине. При бросании какого-либо предмета внутрь не слышалось никакого звука или удара. Свечение туда с помощью мощного прожектора тоже не дало результата. Вниз отправляли одного члена группы, но примерно через 10 минут после спуска он перестал отвечать. Они начали поднимать его так быстро, как только могли, но он будто исчез. От него осталась лишь куча одежды, в которую он был одет, когда был привязан к страховочному снаряжению и веревкам. Нашим руководствам было дано указание стоять на страже перед подвалом и никого не впускать. Охранник, который там работал, его имя Энди, рассказал мне, что работа была довольно несложной в большинстве ночей, за исключением того, что ему было скучно. И вот однажды ночью он услышал, как чей-то голос доносится из подвала. Казалось, кто-то зовет его по имени. Сначала он подумал, что это его воображение, ему просто показалось, но чем больше он прислушивался, тем больше убеждался, что тот голос, который доносился оттуда, был очень похож на голос его сестры. Несмотря на инструкции из штаба не подходить близко к дыре, в основном из-за возможности поскользнуться и упасть, Энди открыл дверь и вошел внутрь. Бред, конечно, но так оно и было. Энди услышал голос сестры, зовущий его прямо из глубины дыры. Он был очень напуган и спросил, как она туда попала. А она бодро ответила, что все хорошо. Она просила Энди спуститься и помочь ей. Она говорила так беззаботно и спокойно, что Энди постепенно начал приходить в себя и понимать всю странность ситуации. Возможно, из глубины дыры доносились какие-то газы, спровоцировавшие галлюцинации. Точно, никто сказать не может до сих пор. Она снова попросила Энди спуститься. Тот отказался, сказав ей, что позовет на помощь, на что его сестра стала все больше волноваться и сердиться. Она потребовала, чтобы он взял веревку немедленно и начал спускаться, чтобы помочь ей. Энди не сдвинулся с места и тогда она спросила, неужели он позволит ей умереть там точно так же, как позволил умереть их отцу. Он застыл на месте, услышав это, а его сестра произнесла одну единственную фразу, которая заставила Энди выбежать из подвала. Энди, жизнь это не что иное, как куча дерьма с непреодолимыми проблемами. Это были последние слова его отца, перед тем, как тот покончил с собой на глазах у него несколько лет назад. Энди выскочил из здания, слушая, как сестра зовет его и умоляет спуститься. Он позвонил в штаб-квартиру и сказал, что никогда больше туда не вернется. Немного позднее Энди был назначен на другую должность и у него больше никогда не было подобных случаев. Странным фактом во всем этом было то, что никто, кроме Энди, не знал, какими были последние слова его отца. Он никогда никому не рассказывал, что видел, как тот направил пистолет на себя и просто придерживался версии и всем утверждал, что нашел его уже мертвым. А самым странным было то, что его сестра погибла в автокатастрофе за четыре года до того, как он увидел эту дыру. После этого подвал был наглухо заперт и охранники продолжали работать там, но всегда сообщали об одном и том же. Голоса их близких звали из дыры и всегда просили одного и того же спуститься вниз. Парень, чьей истории я поделился в одном из предыдущих видео, недавно рассказал мне еще одну, которая пробрала меня до костей. Он и его отряд разместились в давно заброшенном отеле. Они могли делать в отеле все, что им заблагорассудится, но ровно в 4.25 утра они должны были собраться у стойки администратора. Их работа заключалась в том, чтобы прочесывать все здание на предмет любой подозрительной активности. Парень рассказал, что штаб не говорил им, кого или что они ищут, но им было приказано стрелять, увидев кого-либо, кроме членов отряда в отеле. Они прочесывали отель 4 ночи подряд ровно с 4.30 до 5 утра, но так и не нашли никаких следов. А на пятую ночь, когда они проверяли второй этаж, командир отряда приказал им остановиться и вести себя тихо. Откуда-то донеслось приглушенное хихиканье. Как ни странно, это хихиканье всегда раздавалось с одной и той же интонацией и длиной паузы. Хихиканье, 5 секунд паузы и вновь хихиканье. Он описал это, как попытка взрослого человека изобразить смех ребенка. Вот на что это было похоже. Отряд осторожно проследовал на звук в одной из комнат, и когда они остановились перед дверью, хихиканье стало громче и чаще. Отряд ворвался в комнату и направил оружие на источник звука. Лицом к окну стоял высокий человек, только это был не человек. Вот как парень, который рассказал мне об этом, описал существо. Очень круглое лицо, контрастирующее с невероятно худым телом. У него были чрезвычайно длинные руки и ноги, и он был настолько нечеловечески высок, что ему приходилось сутулиться и сгибать колени, чтобы не касаться потолка. Он снова захихикал, но все так же приглушенно, как и за закрытой дверью. Отряд стоял, направив пистолеты на эту штуку, а существо снова хихикало, а затем замолчало. Вдруг... Оно медленно начало поворачиваться, и встретилось глазами с отрядом. У существа было ухмыляющееся, зубастое, круглое лицо с большими, не моргающими глазами. И это настолько поразило отряд, что они замерли от ужаса и не двигались. Оно снова захихикало, но на этот раз звук стал глубже и гортаннее, хотя все еще был приглушенным. В этот момент существо ринулось в сторону отряда. Ребята выстрелили как один, практически разрядив обоймы. К счастью, нечто, как его позже окрестили, так и не сумел добраться до них, и упал, как только сила пуль соединилась с ним. Лежа на земле, он продолжал хихикать еще некоторое время, но звук становился все медленнее и тише, пока совсем не прекратился. Существо погибло, а его ухмыляющееся лицо так и не изменилось. Командир сообщил об этом в штаб, который проинформировал их, что миссия завершена, и им больше не нужно оставаться в гостинице. Парень завершил рассказ тем, что двое из членов отряда покончили с собой в ближайшие два месяца после завершения миссии. В своих прощальных записках они сообщили, что больше не могут слушать хихиканье по ночам. Вот такие дела. Недавно меня перевели в диспетчерскую в штабе. По сути, я сидел в комнате с дамой, которая помогала различным охранникам, оказавшимся в ситуации, которые они не могли сами разрешить. В большинстве своем это были заурядные случаи, когда пьяные нарушали границы или когда охранники не были уверены, следует ли им проверить определенные звуки или нет. Мне запомнился только один звонок, свидетелем которого я стал. Была поздняя ночь, и нам позвонил охранник, дежуривший на частной ферме. Всякий раз, когда раздавался звонок, я надевал дополнительную пару наушников, которые позволяли мне слышать разговор. Вот стенограмма этой беседы. Это штаб, какова ваша ситуация? Эм, да, это Марк с фермы Спенсеров. Тут перед сараем стоит какой-то парень, я вижу его на камере. Хорошо, говорите дальше. Он стоит там уже два часа. Сначала я подумал, что камера заглючила, но когда увеличил изображение, то увидел, что его пальцы двигаются. Он нервно постукивает ими по бедру. И подождите, его голова, кажется, слегка подергивается. Он вооружен? Я не вижу отсюда, он стоит спиной к камере, но я ничего не вижу в его руках. Он стоит на частной собственности, вы должны предупредить его, чтобы он немедленно ушел. Да, хорошо, я сделаю это прямо сейчас. Оставайтесь на связи и сообщите мне, если вам понадобится подкрепление. Через пять минут мы снова услышали голос охранника. Сэр, сэр, вы меня слышите? На мгновение воцарилась тишина. Что там происходит? Он не отвечает, он просто стоит и дергается. Его судороги становятся все сильнее и сильнее. Мне кажется, с ним что-то не так. Уберите его с территории. Сэр, мне придется попросить вас о... Со стороны охранника донесся громкий крик. Оператор хотел знать, что случилось, но охранник продолжал кричать и задыхаться. Он куда-то бежал. Послышался звук захлопнувшейся двери и шарканье ног. Затем охранник успокоился и попытался перевести дыхание, насколько это было возможно. Марк, мне нужно, чтобы ты поговорил со мной. Что происходит? Голос охранника перешел на шепот. Не могу говорить. Он прямо за дверью. К этому моменту я уже дозвонился до группы реагирования, которая сказала, что они прибудут на место происшествия через 10 минут. Марк, ты можешь найти безопасное место? Подкрепление будет там через 10 минут, но мне нужно, чтобы ты спрятался. Ты можешь это сделать? Я... Я внутри шкафчика. Он стоит прямо за дверью комнаты охраны. Что-то не так с его лицом. Что ты имеешь в виду? Оно какое-то неправильное. Как будто перевернуто. Голова у него нормальная, но глаза, нос и рот перевернуты на бок. Я думаю... Мне кажется, он зовет меня по имени. О, боже. Он заходит внутрь. Послышался звук медленно открывающейся двери, а затем медленные и неторопливые шаги. Дыхание Марка стало прерывистым. Он попытался выровнять его, вероятно, зажав рот рукой. А потом раздался голос. Хриплый голос, который звучал так, будто у человека на другом конце провода что-то застряло в горле. Марк! Произнес он. Дыхание Марка внезапно участилось, и он начал кричать и молить о пощаде. Звонок закончился, и мы с оператором в неверии уставились друг на друга. Вскоре на место происшествия прибыла группа реагирования. Не было никаких следов Марка или человека, который напал на него. Запись с камеры показала, как Марк приближается к мужчине, который повернулся лицом к нему, а затем Марк бежит обратно в комнату охраны. Мужчина последовал за Марком в комнату охраны медленными, нетвердыми шагами, дергаясь по пути. Он открыл шкаф, в котором прятался Марк, а затем камера отключилась. На кадрах, где мужчина стоял лицом к камере, я отчетливо видел его физиономию. Все было именно так, как описывал Марк, будто лицо его было изогнуто влево на 90 градусов. Пара глаз неподвижно смотрящих расположились друг над другом, и рот, который выглядел как улыбка, был просто кривой щелью. Марка больше не нашли. Я уже давно не размещал истории, зато их накопилось сразу несколько, и я готов ими с вами поделиться. Одного из охранников в компании зовут Гэри, и его отправили охранять небольшую секретную компанию. Подробности не разглашались, но руководство заявило, что вызвавшемуся сотруднику придется провести в этом учреждении, расположенном в отдаленном городке, целый месяц. Компания оказалась довольно странной и научной, так как там было много ученых, но их уже охраняли военные. В связи с этим вставал вопрос, а действительно ли им нужна охрана. Когда Гэри прибыл туда, ему объяснили его обязанности. Он мог делать что угодно в течение дня, но во время обеда должен обходить территорию и раздавать всем мятные конфеты, а также следить, чтобы их действительно съели, в том числе и он сам. Для этого следовало не только выдать конфету, но и проверить рот каждого сотрудника. А в случае отказа персонала есть конфету, доложить об этом начальству. Поначалу Гэри показалось это шуткой, но начальство уверило его, что это очень серьезная задача. Так что он старательно следовал правилам и следил, чтобы каждый из сотрудников съел мятную конфету. Правда, из-за этого все на объекте сторонились его, потому что и сами не понимали, зачем должны это делать. Однако к концу месяца многие стали жаловаться на головные боли. И как позже оказалось, это были те, кому удавалось припрятать конфету за языком, а потом выплюнуть ее. Их сразу же наказали за неподчинение. А затем произошло нечто странное. Компания не смогла связаться ни с одним из сотрудников. Лишь с телефона Гэри пришло текстовое сообщение. Что-то случилось, пришлите помощь как можно скорее. Группа срочного реагирования отправилась туда через час, но так как объект находился в глуши, то добираться им предстояло 3 дня. Все это время руководство компании не оставляло попыток связаться с Гэри, чтобы узнать, что случилось. И после нескольких дней тишины они получили ответ, все в порядке. Вот только когда оперативники ворвались на объект, оказалось, что все сотрудники мертвы. Но подробности засекретили, и мне так и не удалось узнать, что же действительно там произошло. Следующая история будет об охраннике, который в основном выполнял работу водителя. Чаще всего он перевозил оборудование одной из компаний. Оружие, камеры, униформы и так далее. Звучит, как вполне обычная работа, верно? А вот и не так. Во время поездок он должен был ехать по старой дороге, чтобы сэкономить время. При этом ему следовало соблюдать множество правил. Первое. Поездку следовало начинать ровно в девять вечера, после того, как сработает сигнализация на автомобиле, и не минутой раньше. Второе. Двери следовало блокировать, а ремень безопасности не пристегивать, чтобы в случае чрезвычайной ситуации быстро покинуть машину. Третье. Маршрут проходил по прямой дороге, и если он видел развилку, то следовало немедленно развернуть машину и вернуться в штаб. Четвертое. Ни при каких обстоятельствах ему не следовало брать попутчиков, даже если ему угрожала смертельная опасность. Пятое. Если позади него появилась другая машина, ему следовало прибавить скорость. Шестое. Не следовало обращать внимание на звуки, доносящиеся из задней части машины. Стук, рычание или грохот. Седьмое. Не следовало смотреть в зеркало заднего вида больше трех секунд. Восьмое. Нужно было прибавить скорость, если что-то появится на обочине и начнет бежать рядом с машиной, как бы близко оно не приближалось. Существо исчезнет в течение пяти минут. Девятое. Если двигатель автомобиля внезапно заглохнет, следовало сохранять спокойствие, закрыть глаза и снова запустить машину. При этом нельзя обращать внимание на стук в окна и смотреть в них. Но самое интересное, что как только он пересекал желтую линию на дороге, находящуюся в тридцати восьми с половиной километрах от начальной точки, то оказывался в безопасности. Несмотря на то, что за последние несколько лет с ним случалось все, описанное в правилах выше, парень говорит, что не променял бы свою работу ни на какую другую. Следующую историю я хочу рассказать об Итане. Его отправили охранять морг. Это и так не самая милая работа, но если заказ взяла наша охранная компания, то можно не сомневаться, что это будет похоже на ад. Ему предстояло охранять помещение морга после окончания работы персонала в 10 часов вечера и следить, чтобы никто не вошел или не вышел. Он продержался там всего месяц, после чего уволился из-за стресса. Он говорил, что ему разрешалось делать все, что заблагорассудится во время дежурства. Единственное, чего ему не советовали делать, это спать. И вот почему. Итан рассказал, что частенько слышал, как люди кричали из камер, умоляя выпустить их, потому что попали туда по ошибке. И хотя не существовало строгого правила не открывать камеры, представляете, сколько мужества это требовало. К тому же, крики успокаивались лишь тогда, когда Итан все-таки решался открыть камеры. Как только перед его глазами представали холодные голые трупы, комната погружалась в тишину. Еще частенько, если он что-то читал или засыпал, то чувствовал, как на плечо опускалась чья-то рука, а в ухо громко кричали «БУ!», хотя вокруг никого не было. Так что легко понять, почему он не спал на дежурстве. Вдобавок, по пути в туалет он частенько замечал, что одна из камер открыта, а металлический стол выдвинут. В такие случаи ему следовало тут же затолкать его обратно и закрыть двери. Существовали и другие правила, но заставило его уйти не это, а человек в лабораторном халате, которого Итан постоянно видел в морге. В правилах указывалось, что ему не следовало разговаривать с ним, потому что все работники покидали морг до 10 часов вечера. Но в первую смену Итан забыл об этом и случайно заговорил с ним. С тех пор, каждую следующую ночь, мужчина следовал за ним на некотором расстоянии, но никогда не произносил ни слова, а просто смотрел на него. А эту историю рассказал мне охранник, работавший вместе с напарником на одном из заводов. Они проработали там около двух месяцев, пока не случилось нечто странное. В начале каждой смены он встречался с напарником, и они по очереди патрулировали территорию. Первый месяц его коллега постоянно жаловался на бессонницу и усталость, а затем вдруг пришел на работу полностью отдохнувшим. И он в шутку сказал напарнику, что тот выглядит совершенно другим человеком. Стоит отметить, что завод находился в пустынном месте, а руководство редко связывалось с ними, довольствуясь еженедельными отчетами. Но через два месяца после трудоустройства с охранником, который рассказал мне эту историю, связался руководитель завода и попросил потерпеть и поработать в одиночку несколько ночей, так как они уже нашли нового охранника. Мой знакомый удивился, что значит потерпеть, у меня же есть напарник. Тогда руководитель замолчал на мгновение, а затем сказал, что его коллегу нашли мертвым в своей квартире еще месяц назад. После этого звонка мой знакомый больше не видел своего псевдонапарника. Один из охранников, проработавших в компании много лет, рассказал мне о том, как его отправили охранять особняк. Сам дом, кажется, принадлежал какому-то умершему богачу, и его родственники пытались продать особняк, но, несмотря на низкую цену, никто не торопился его покупать. Мой знакомый работал там почти год, прежде чем ему назначили в напарники новичка компании. И все это его устраивало, потому что существовало лишь одно правило не открывать никаких дверей. Но, как это часто бывает, новичок все испортил. Во время обхода второго этажа он услышал детский плач. Не знаю, что им двигало и обдумал ли он свои действия, или решил поиграть в героя, но новичок решил проверить, откуда доносится звук. Рыдания раздавались из-за двери слева по коридору. Парень подошел к двери, осторожно повернул ручку и приоткрыл ее. Как только он это сделал, плач прекратился. Но не из-за того, что кто-то его услышал. Он оборвался, будто кто-то нажал кнопку отключения звука. Новичок все же решился просунуть голову внутрь и ничего не увидел. Так что закрыл двери и продолжил обход. Не прошло и минуты, как плач раздался снова, но уже из другой комнаты. Паренек снова заглянул в комнату и плач вновь прекратился. Он опять закрыл двери и продолжил обход и только тогда понял, что не видит конца коридора. Он продолжил идти, надеясь, что это просто длинный коридор, но через каждые десять шагов в одной из комнат раздавался детский плач. Он развернулся и побежал назад, а плач возобновлялся вновь и вновь. И сколько бы он не бежал, конца коридора не было видно. Прибывая в полнейшей панике, новичок связался с напарником по рации и рассказал, что не может найти выход из коридора. А в ответ услышал «О, черт!» Моему знакомому потребовалась минута, чтобы собраться с мыслями. И затем он сказал «Ты открыл дверь, не так ли?» «Я же говорил, не трогать чертовы двери, о чем ты думал?» «Хорошо, слушай меня внимательно, просто иди вперед. Не беги, а именно иди». И какие бы звуки ни раздавались за спиной, не вздумай оборачиваться. Просто притворись, что совершаешь обход и игнорируй все, что видишь или слышишь. Но если вдруг перед тобой появится плачущая девочка, тут же разворачивайся и несись от нее со всех ног. Понял? Следующие несколько минут мой знакомый провел в совершеннейшей тишине. И лишь через 10 минут в комнату охраны ввалился новичок с побелевшим, как лист бумаги, лицом. Он не мог нормально говорить от испуга, но зато был цел, так что мой знакомый вызвал медиков и отправил его в больницу. Больше новичок не появлялся в особняке. А следующая история случилась уже со мной. Меня отправили охранять одно из офисных зданий и назначили напарника. Обычно мы отправлялись в обход вместе, но чтобы разделаться с этим быстрее, делили территорию пополам. Кто-то начинал с верхнего этажа и спускался вниз, а второй поднимался вверх с нижнего этажа. Точка встречи всегда находилась на 10 этаже, а чтобы было интересно, мы спорили, кто доберется туда первым. И вот однажды я начал с первого этажа и отправился вверх. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил напарника на 9-м. Это показалось мне странным, ведь мы всегда встречались на 10-м. Но он сказал, что устал меня ждать и решил выполнить часть работы за меня. Это удивило меня, потому что он всегда старательно заглядывал в каждый угол и щель, что замедляло его продвижение. Но я решил не придираться. Вот только меня охватило плохое предчувствие, а волосы на шее встали дыбом. Между тем, я не стал обращать на это внимание. Напарник предложил мне спуститься на первый этаж и выйти из здания, чтобы он мог покурить. Это запрещалось правилами, о чем я тут же ему напомнил, но он пообещал управиться за 2 минуты. Но как только мы подошли к лестнице, с верхнего этажа донесся крик. Да, черт побери, я сделал это, я обогнал тебя! Это явно кричал мой напарник. Я уставился на человека перед собой, который выглядел невероятно испуганным и начал умолять меня не подниматься наверх от греха подальше. Только в этот момент я понял, что было не так с человеком передо мной. Его глаза были совершенно черными. Помню, как в тот момент мелькнула мысль, черт, почему я не заметил этого раньше? И я тут же бросился вверх по лестнице на 10 этаж. Мой напарник был там и явно удивился моему состоянию. Я объяснил, что произошло, и мы вместе спустились вниз, но никого там не увидели. А когда добрались до охраны и позвонили начальнику, он спросил у нас. Вы никогда не слышали о черноглазых детях? Нет, дружно ответили мы с напарником. Что ж, говорят, что к вам в дом может постучаться ребенок с совершенно черными глазами, начал рассказ начальник, и попросит пустить его. Вам ничего не грозит, если вы откажетесь это сделать. А недавно в этом здании стали видеть взрослых с черными глазами. Обычно они просят выйти с ними на улицу. Наверное, потому что не могут сделать этого сами или без разрешения. Вот почему вам запрещено покидать здание во время смены. А что если мы их выпустим? Спросил я. Лучше не стоит, ответил начальник. На Рождество все охранники в нашей фирме, кроме команды быстрого реагирования, получают выходной. Не важно, в какую смену вы работаете, 24 декабря к пяти часам вечера вы должны покинуть офис. Как-то один из сотрудников попросился остаться, объяснив это тем, что поругался с женой и не против поработать сверхурочно. Но начальство даже слышать об этом не желало и пригрозило увольнением, если увидит парня на территории офиса после указанного времени. Я всегда считал, что так они хотят сэкономить немного денег, и поскольку нас заменяла команда быстрого реагирования, я думал, это вполне логично, пока один из бойцов не рассказал мне, что происходит в офисе на самом деле. Рождество счастливое время для всех. Вы возвращаетесь домой, где проводите время с семьей, радуясь выходному, но для нас это самый худший день в году. Бойцы отряда быстрого реагирования даже дерутся друг с другом за то, кто уйдет в отпуск перед Рождеством. И я их не виню. Они прекрасно знают, что происходит здесь на Рождество и не горят желанием с этим разбираться. Он замолчал на пару минут, уставившись в пустоту, словно вспоминая что-то. На сочельник в офис вызывают сразу четыре команды, представляешь? Обычно хватает и одной, и то только в случае крайней необходимости. Но на Рождество происходит что-то странное. Первый раз я повстречался с этим существом четыре года назад, и тогда в офисе было лишь одно подразделение. Я проработал в команде всего год и не понимал, почему все нервничали и то и дело поглядывали на часы. Тогда я списал это на то, что нас не отпустили отметить праздник с семьями, но, как только до полуночи осталось 10 минут, командир встал и объявил. Пора выдвигаться. Не понимая, что происходит, я отправился вслед за остальными. Знаешь про здание, куда не следует входить, чтобы там не увидел. Ну, а мы вошли, и командир повел нас в одну из комнат для персонала, в которой находился огромный камин. Как только парни входили в комнату, они вытаскивали оружие и направляли его на камин. Командир посмотрел на меня и сказал, чтобы я открывал огонь, как только увижу что-то в камине. Я слегка занервничал, но постарался сохранять спокойствие. При нашей работе нельзя терять хладнокровие, если не хочешь лишиться жизни. Мы застыли, целись в камин. Сначала ничего не происходило. В тишине раздался писк моих часов, уведомляющих о наступлении полуночи, и как по команде, сверху донесся шум. Я решил, что он идет с потолка и направил пистолет вверх, но командир тут же крикнул мне, чтобы я не отвлекался. Скрежет стал громче, словно кто-то спускался по трубе, а потом... В камине раздался тихий стук и произошло то, что до сих пор вызывает у меня мурашки, от одного воспоминания. Знаешь фирменный смех Санты? Хо-хо-хо. Так вот, мы услышали очень медленное... Хо-хо-хо. Но звучало оно неестественно, а так, словно пять человек, говорили это одновременно и совершенно синхронно, но на разные голоса. Затем последовал еще один тихий удар, а следом еще одно жуткое... Хо-хо-хо. И тут из камина высунулась рука. Тощая, бледная, морщинистая рука, которая схватилась за край камина, будто собиралась подтянуться. Руку скрывал рукав, как у кафтана Санты, но он выглядел грязным и потрепанным. А еще на запястье виднелись дополнительные пальцы. Но они двигались не так, как обычно. Парни тут же начали стрелять, и через секунду или чуть больше существо, подражающее Санте, на мгновение показалось из камина. Это была сморщенная, бледная тварь с грязной бородой и красными глазами. А по бокам у нее свисали десятки безвольных рук, просто торчащих из различных частей тела. Но самое ужасное, что за это мгновение существо успело схватить одного из парней, засунуть в большой, покрытый кровью мешок и вновь исчезнуть в камине. Командир прокричал приказ прекратить огонь, и мы тут же опустили оружие. А затем слушали наполненные ужасом крики нашего товарища по команде, пока тварь тащила его вверх по дымоходу. Через пару секунд раздалось зловещее, а затем все стихло. И мы больше никогда не видели нашего напарника. Это чудище возвращается каждый год, и мы пытались остановить ее как только могли. Ставили автоматические турели, подстраивали ловушки и использовали различное оружие. В один год мы даже пристегивали себя цепями к полу, чтобы существо не могло никого утащить, но тварь просто оторвала парню ступни, пока тащила его к камину. Думаю, ты задаешься вопросом, почему каждый год мы возвращаемся в ту комнату? Все просто. Если это не сделаем мы, то существо найдет себе другую жертву. И теперь начальство просто тянет за нужные ниточки и каждое Рождество отдает ему на откуп какого-нибудь ужасного преступника в качестве дани. Одно можно сказать наверняка, тварь всегда возвращается, и каждый раз на ее теле становится все больше и больше рук. Один из знакомых охранников работал на фабрике. Там не существовало каких-то особенных правил, просили лишь не впускать на территорию никого без удостоверения личности и не заходить в рабочий цех без крайней необходимости. Знакомый описал свою работу как вполне обычную, без каких-либо странных происшествий, но примерно через три месяца работы на пропускной пункт пришел один из рабочих и попросил встретиться с начальником. Охранник не знал начальника лично, поэтому решил обратиться в службу персонала. Однако, когда он открыл двери цеха, то ничего там не обнаружил. Ни людей, ни оборудования. Полнейшая пустота. Самое интересное, что в помещении стоял такой гул, что даже перекрывал собственные мысли. Тогда охранник перевел взгляд на потолок и обомлел. Там, наверху, работали люди, выполняя повседневные обязанности на конвейерных лентах и прочем оборудовании. Но все это вверх ногами. Охранник повертел головой по сторонам, решив, что это отражение зеркала или оптическая иллюзия. Но это оказалось не так, потому что он нигде не видел ни отражения оборудования, ни людей, ни самого себя. И в этот момент он осознал, что на самом деле находится на потолке, потому что впереди светилась лампа дневного света. Знакомый так поразился этому, что у него закружилась голова, словно он посмотрел вниз с очень высокого здания. Поэтому он развернулся и молча вышел из цеха, не до конца осознавая, что же он все-таки увидел. Работнику он сказал, что не нашел начальника и предложил поискать самому или подождать на проходной его появления. Сам же он продолжил работать там. Следующая история произошла в детском доме. Любая работа в таком месте дает психологическую нагрузку на сотрудников, поэтому неудивительно, что туда никто не хотел отправляться, когда появилась информация о вакантной должности. В итоге на нее вызвался охранник, который долгое время просидел без работы и отчаянно нуждался в деньгах. Правила приюта оказались просты, не покидать территорию и не вмешиваться в работу воспитателей. Но существовало еще одно правило. Каждое утро в 9 часов дети собирались в большой комнате, а охраннику следовало надевать тепловизор и осматривать сирот. Если хоть у одного из них температура оказывалась ниже нормальной, то есть на тепловизоре его кожа светилась синим, то ребенка следовало тут же расстрелять. Поначалу все происходило вполне нормально, но однажды охранник заметил, что с одним из детей что-то не так. Если кожа остальных высвечивалась красными, желтыми и зелеными оттенками, то один из мальчиков вообще никак не проявлялся на тепловизоре. Охранник настолько удивился, что вместо того, чтобы действовать по инструкции, рассказал об этом своему напарнику. Тот забрал тепловизор, дважды проверил его показания, а затем достал пистолет и выстрелил парню прямо в глаз. В комнате поднялся детский крик, и воспитатели поспешили успокоить своих воспитанников. А напарник отругал моего знакомого за то, что тот замешкался и не убил мальчика сразу. От того, что на его глазах умер ребенок, мой знакомый едва не распрощался с завтраком прямо там, но затем мальчишка стал корчиться на земле и визжать, словно крыса, которую сжигают заживо. Он не умирал, а истончался на глазах, пока от него не осталось лишь дымящаяся лужа красной слизи. Знакомый спросил у напарника, что это за существо и тот показал ему несколько фотографий детей. Только это были не дети. У них оказались совершенно белые глаза, белая кожа с фиолетовыми венами и острые зубы. Некоторые из них выглядели более ужасающе, чем другие, с вытянутыми шеями и с худавшими конечностями или неестественно сгорбленными спинами. Судя по всему, эти существа попадали в приюты под видом детей и терпеливо ждали, пока кто-то усыновит их. И как только их забирали в семью, через некоторое время пара погибала при трагических обстоятельствах, а ребенок вновь возвращался в приют. Неизвестно, во сколько приютов смогли проникнуть эти существа, но их точно видели не только в этом месте. Еще хотел рассказать вам о месте, на котором проработал целых два месяца. Это был склад. Огромное помещение, заполненное сотнями манекенов, которые никто не использовал. Так как работать предстояло без напарника, то охранник, которого мне нужно было заменить, поскольку он собрался на пенсию, предложил провести мне экскурсию. Он выдал мне фонарик и велел следовать за ним. Представьте, насколько жутко находиться в помещении, заполненном манекенами, а с учетом специфики нашей работы становится еще более жутко. Да и манекенов здесь находилось столько, что между ними специально организовали проходы, чтобы охранники могли делать обход территории. «Приготовь пистолет и сними его с предохранителя», сказал мне пожилой охранник. Это сразу насторожило меня, но мужчина выглядел довольно спокойным, а так как он проработал в этом месте последние шесть лет, то я решил, что он прекрасно знает свою работу. «Это место довольно опасное, если ты не будешь осторожен», сказал он, «один промах и тебе конец. Скажи, что ты видишь?» Я осветил фонариком ряд манекенов, тщательно вглядываясь в них. У некоторых отсутствовали головы, у других руки или кисти, а большинство выглядело грязными и побитыми. Но ничего необычного я не заметил. «Ничего особенного», признался я. «Хорошо, а теперь нажми кнопку на задней панели фонарика», сказал пожилой охранник. Я сделал, как он велел, и вместо белого света фонарик стал гореть ультрафиолетом. Охранник попросил меня еще раз осмотреться по сторонам, и я медленно провел фонарем по ряду манекенов. Сначала я не увидел ничего необычного, но затем фонарик осветил женский манекен, и мое сердце подпрыгнуло к горлу. Манекен застыл с поднятой рукой, словно что-то объяснял, но странным оказалось не это, а то, что передо мной находился вовсе не манекен. Грубые черты и выделяющиеся суставы, присущие всем манекенам, исчезли, и передо мной оказалась женщина в старой, изорванной одежде. Как только ультрафиолет достиг ее лица, она прикрыла глаза ладонью, а затем начала кричать, словно банши, демонстрируя несколько рядов острых зубов. Я тут же вскинул пистолет, но едва потянулся к тюрку, как старик всадил пулю ей между глаз. Голова женщины отлетела, и передо мной вновь оказалось неподвижное тело манекена. Она все еще стояла, раскинув руки и ноги, но уже без головы, которая от силы выстрела улетела ему за спину. Как я и говорил, опасное местечко, так что всегда используй ультрафиолет и тщательно проверяй каждый манекен. Эти твари невероятно подлые. Видишь тот манекен? Он направил луч фонарика на мужской манекен без руки, выделяющийся среди других униформы охранника нашей компании. Это Джордж, парень, что работал посменно со мной, сказал он. Что? Удивился я. Думаю, он слегка выпил перед сменой, когда я пришел на работу, что-то обнаружил его в таком состоянии. На полу, в виде манекена, без руки. А вокруг него стояло еще несколько манекенов. И, судя по их позам, создавалось впечатление, что ему устроили засаду, а затем убили. Нам строго-настрого запрещено трогать манекены, поэтому он не стал бы расставлять их. Еще и потому, что он сам был довольно щуплым парнем. Что еще мне следует знать? Спросил я. Если услышишь шаги, значит, ты пропустил одного из них, и тебе следует вернуться назад по своему маршруту и отыскать, где спряталось это существо. Он не станет двигаться на свету, если только это не ультрафиолет. Ты можешь слышать шаги, но когда обернешься, то ничего не увидишь. Может, тебе даже покажется, что они изменили позы или слегка переместились, но ты никогда не поймешь, в каком скрывается тварь. Так что, на мой взгляд, лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Вернись, перепроверь все еще раз и пристрели тот, что похож на человека. Хватит и одной пули в туловище или голову. Они довольно хрупкие. Мы продолжили обход и пристрелили по дороге еще три манекена. Иногда они начинают умолять пощадить их, притворяться, что не знают, как сюда попали и придумывать прочую чушь. Но обычно они делают это только, чтобы отвлечь твое внимание, пока второй крадется к тебе. В это время следует пристрелить умоляющую тварь и поскорее добраться до ближайшего угла, чтобы прижаться к стене и проверить все окружающие манекены еще раз. Достаточно одной осечки, чтобы больше никогда не встретить рассвет. Но, к счастью, так тщательно все проверять приходится лишь один раз. А всегда есть манекены, в которые приходится стрелять. Пожилой охранник кивнул. В лучшие дни мне попадались лишь двое тварей, а в худшие я просто сбивался со счета. Один из охранников работает в зоопарке или подобном месте, где держат зверей, но при этом туда не пускают публику. Его основная обязанность один раз за ночь покормить животных и следить за тем, чтобы все клетки и вольеры были закрыты. Вот только дело в том, что он никогда не видел ни одного из животных, потому что клетки полностью закрыты и заглянуть внутрь просто невозможно. Для кормления охраннику выдавали наполненное мясом ведро, а еще список с указаниями в какую клетку какой кусок положить. Однако для одной из клеток всегда оставляют свинью, которую необходимо подтащить к специальному окошку и втолкнуть в клетку. Как только он это делает, в клетке раздается рычание и громкий виск свиньи, а затем крики животного стихают, и еще несколько минут слышится хруст костей и чавканье. Есть еще одно строгое правило, которого нужно придерживаться, это совершать обход как минимум три раза и проверять все замки. Если хоть на одном из них появятся царапины, то следует вызвать ремонтника для их замены. А если на клетках появятся какие-то повреждения, сломанные прутья, трещины на стенах и так далее, то следует замереть на месте и как можно осторожнее дотянуться до рации, чтобы связаться с начальством и произнести код 1098. При этом вообще не рекомендуется двигаться, пока не приедет группа быстрого реагирования и не выведет его оттуда. Мой знакомый никогда не попадал в подобные ситуации, но признался, что сильно нервничал мерные несколько смен, потому что часто слышал рычание, удары о стены, стук о решетку и так далее. Несмотря на то, что животные не могли его видеть, он не сомневался, что они прекрасно знали, где он находится, потому что твари следовали за ним вдоль клеток, когда он проходил мимо во время обхода. А еще он рассказал, что на объект часто привозят новые клетки, но на БТР и в сопровождении вооруженной до зубов команды. Обычно они помещают животное в вольер, а затем уходят, не сказав ни слова. Я поинтересовался, кто на его взгляд находится в тех клетках, а он пожал плечами и ответил мне, не знаю, но одно могу сказать наверняка, это не гребаная пума. Майкла одного из охранников отправили работать в заброшенный отель. Вместе с ним там дежурило еще три человека по одному на этаж. Им выдали рации, чтобы они могли переговариваться, но в отеле обычно ничего не происходило. Пока в одну из ночей не случилось кое-что странное, из-за чего он уволился из компании прямо после смены. Дело было так, примерно в два часа ночи он обходил второй этаж, заглядывая в каждую комнату. Главное правило заключалось в том, что если кто-то из охранников обнаружит кого-то или что-то в одном из номеров, или услышит какие-то посторонние звуки, они должны немедленно спуститься на первый этаж и вызвать группу быстрого реагирования. И вот Майкл во время своего обхода вдруг слышит шум из ванной комнаты 204 номера. Он связался по рации со своими напарниками, но ему никто не ответил. Майкл попытался вызвать их еще раз, но на линии царила тишина. Не желая спускаться на первый этаж и сгорая от любопытства, он медленно вошел в номер и открыл двери в ванную. Каково же было его удивление, когда он увидел там Шона, охранника, дежурившего на третьем этаже. Парень стоял перед зеркалом, уставившись в него и лишь изредка подергивал плечом или головой. Когда Майкл схватил напарника за плечо, тот повернулся к нему и заставил кричать от ужаса. Лицо Шона было искажено. Казалось, будто его кожу сместили в одну сторону, словно вместо лица парень нацепил кожаную маску, но она съехала в бок. Пошатываясь и вытянув руки, Шон направился к Майклу, бормоча что-то невнятное, потому что его рот находился на месте щеки, обнажая два ряда белых зубов. Майкл выскочил из номера и захлопнув дверь и понесся на первый этаж. Добравшись туда, он вновь попытался связаться с другими парнями, но в ответ услышал лишь приглушенные стоны. Запаниковав, он поднял трубку, чтобы позвонить начальству, но тут одна из дверей распахнулась и оттуда показались его хохочущие коллеги. Майкл поинтересовался у них, над чем они смеются и они ответили, что просто пошутили над ним. Он опустил трубку и вздохнул от облегчения, даже не рассердившись на них, а затем похвалил за хорошо продуманный образ Шона. Вот только эти слова вызвали недоумение на лицах коллег, а когда Майкл спросил у них, почему они так удивляются, один из парней ответил, что Шон не участвовал в розыгрыше. Они тут же попытались связаться с ним, но тот не отвечал по рации. С этого момента все происходящее запомнилось Майклу лишь урывками. Сначала коллеги отчаянно пытались связаться с Шоном, когда он не ответил на вызов несколько раз, они позвонили начальству и вызвали группу быстрого реагирования. Прибывшая команда бойцов отправилась в обход и вскоре со второго этажа донеслись звуки выстрелов. Это стало последней каплей для Майкла. Он оставил вещи компании на стойке регистрации, а затем вышел через главные двери и больше никогда не возвращался.